Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Давненько я вам не показывал быстрых рецептов с пастой, и тому есть определенные причины. Главное, конечно, состоит в моей самоотверженной работе над каналом. Чтобы какой-нибудь рецепт отшлифовать, до идеала, приходится 4-5 раз его приготовить. А кому все это дело есть, как вы думаете? Ну и округлившиеся бока и широкая ряха заставляют выбирать менее углеводные рецепты. Но сегодняшний подкупил меня необычным, на мой вкус, сочетанием. Я этот соус еще ни разу не готовил, и мне безумно интересно. Так он хорош, как мне думается. Короче, провожу эксперимент, и в конце сегодняшнего выпуска сообщаю, стоит ли идти этой дорогой, или лучше плюнуть на все и заказать пиццу по телефону. Поехали! Сразу же включаю к репетиции воду для пасты. А тем временем надо ароматизировать масло. Я использую оливковый экстравержин, а чеснок добавлю прямо в шкурки. Только надо его предварительно слегка раздавить, конечно. Почему именно ароматное? Да, конечно, обычно не рекомендуют на таком жарить. Но почему? Да потому что сковороду нещадно перегревают, оно гореть начинает, дымит, а это и не полезно, и аромат теряется, и от вкуса ничего не остается. Мне же важен тонкий вкус, поэтому грею совсем слабо. Это у меня сырые красные креветки. В Испании их называют гамбон. В сегодняшнем рецепте лучше всего, конечно, использовать именно сырых, потому что положить уже вареных, они обязательно у вас высохнут, и станут жесткими, и от вкуса ничего не останется. Если сырых нет, берите крупных вареных, но не жарьте в этом случае, только чуть-чуть прогрейте, просто чтобы они в масло свой аромат отдали. Не пережаривайте, не надо. Вот, они уже почти готовы, но только почти. Вытащу, и пусть полежат, подождут в своей участи. А теперь то самое странное сочетание, на которое я, собственно говоря, и клюнул. Чеснок уже можно, кстати, вытащить и выбросить. Шпинат. Странно звучит, да? Креветки и шпинат. Дальше еще будет, странно будет. Кстати, вода для пасты уже закипела. Посолю и отправлю вариться. Я вот креветок купил уже очищенных, поэтому панциря у меня нет. Но у меня в холодильнике лежит биск, концентрат креточного бульона. Если кто-то пропустил, вот, щелкайте и посмотрите. Шпинат моментально становится мягким, так что добавляю сюда парочку кубиков биска. Если у вас в заготовке такой холодильники нет, не переживайте. Быстренько обжаривайте на отдельной сковородке все панцири от ваших креветок и добавляйте все сливки из сегодняшнего рецепта. Вот эти сливки, которые я сейчас в шпинат лью. Да, так вот, добавляйте их к панцирям, вскипятите, блендируйте, отсидите. И вот уже получившуюся смесь тогда добавляйте к шпинату. Как я сейчас вот эти сливки добавил. Но у меня, как я вам уже показал, этот самый биск есть, так что мне все вот эти вот дополнительные танцы не требуются. Попробую немного гомогенизировать. Хотя это не обязательно. Вот так. Отлично. Паста сварилась, соус ее. Какую именно форму пасты вы выберете, дело ваше. Но мне кажется, что спагетти вот однозначно не подойдут. И перемешать. Лапша у меня сварена до состояния аль денте, то есть на зубок. Ну, то есть недоваренная она. А значит, сейчас она стремительно впитывает в себя соус. А вот если бы доварил, то впитать этот самый соус она бы не смогла. Так как была бы пропитана насквозь водой. Огонь под сковородой я уже выключил, так что завершающие штрихи. Немного твердого сыра. В идеальном варианте, конечно же, пармезана, но у меня его нет. Так что использую какой-то местный. Он и близко не такой ароматный, как пармезан. И можно сервировать. Сколько соуса! Отлично! И немного петрушки для красы. Я, кроме пасты, сегодня ничего не солил, потому что мой сыр сам по себе даст достаточной яркости. Если же он у вас не такой яркий, то смотрите сами и доводите до вкуса, ориентируясь на свои представления об идеальном соусе. Симпатично выглядит. Так, на вкус. Креветочка, вернее, гамбон. Очень классно. Она не пережарена, она сочная. Мягкий вкус. В принципе, гамбоны вкусные, креветки. Ой, что там с пастой и соусом? Так. Очень мягкий такой, в первую очередь, конечно, сливочный вкус. Легкий аромат креветок за счет биска. Его можно было больше положить, наверное. Да, пожалуй, что. И сыр. Сыра тоже мало положил. Надо было раза в два больше положить, чтобы ярче было. Потому что сейчас это очень такая, очень такая мягкая по вкусу, такая очень сливочная паста. Такая, очень нежный вкус, вот как с лососем выводит. Но такой прям яркости чрезмерной нет. Да, у этого блюда потенциал есть. Я еще буду такое готовить. Предлагаю вам тоже поэкспериментировать. Шпинат, на мой вкус, к месту. И дает такую пикантность интересную. Спасибо за компанию и всем пока.